Всем привет! Сегодня у нас с вами удивительный овощной хлеб. Я готовлю это первый раз. Мне уже интересно, что из этого получится. Сам смысл. Мы берем по 120 грамм пюре, сока. Смотрите, 120 грамм тыквенного пюре, 30 грамм кондитерского смальца, столовая ложка сахара, щепотка соли, 10 грамм дрожжей. И так же дальше. 120 грамм шпината, 30 грамм кондитерского смальца, 10 грамм дрожжей, столовая ложка сахара и щепотка соли. Дальше у нас идет еще с соком свеклы, с томатом и просто белое. Вот видите? Сейчас нам надо сюда добавить 200 грамм муки. Обязательно просеиваем через сито. И замешиваем тесто. Так лучше нам это будет замесить на столе. Ну вот, значит. И замешиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... По такому принципу я уже замесила свекольное и томатное. Так, у нас уже, видите, есть три великолепных теста. Дальше моем руки. Следующее у нас тыквенное. Вытираем стол, чтобы у нас цвета пока не смешивались. Добавляем также сюда, здесь вы помните, 120 грамм пюре тыквы, 10 грамм дрожжей, столовая ложка сахара, щепотка соли и 30 грамм кондитерского жира. Так, опять укладываем на стол. Продолжение следует... Хорошо вымешиваем тесто. Тесто у нас будет подходить примерно час-полтора. Через час мы сделаем обминку. и через два часа мы с вами встретимся. Видите, великолепное тыквенное тесто у нас готово. И у нас остается самое простое, просто белое тесто. Сейчас помоем руки. Вытрем стол. Тут просто 120 грамм воды, 30 грамм кондитерского смайца, столовая ложка сахара, щепотка соли и 10 грамм прессованных дрожжей. Так, выкладываем. Добавляем тесто и замешиваем. Так. Спасибо. Так. 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 вместо кондитерского смальца можно использовать растительное масло или сливочное масло тот к чему вы привыкли к какому жиру так наше великолепное тесто готово вот наше тесто наши пять штук смотрите красота свекольная томатная шпинатная тыквенная и просто белая накрываем пленкой и в теплое место примерно на час приятного аппетита